сделала 40 минут своего кардио почитала уже книгу сделала в ней заметки упражнение для живота обязательно от блин жалко только что на балконе был такой музон и выключили вот время хотела вам показать ну ладно если вот всем доброе утро еще раз у нас прекрасная погода я пошла будить артемыча который дрыхнет и варить кофе мама уже проснулась я ее уже поменяла кстати артем ой ложечки ой ложечки какой-то смешно просыпайся чучи как ты поднимался будем завтракать ой еще чуть-чуть смотри чуть-чуть ой entonces cuando no quieres que me despierta y pronto me despierta pronto y cuando no quieres que me y cuando quieres que me despierta y pronto no me despierta pronto да после карма карма это карма назовется чего себе божечки такую-то скороговорку инстантальный божечки мои ты давай поднимайся не умничай жук всем доброе утро сегодня на субботу 8 утра я уже делаю зарядку сегодня на тренажере потому что нужно послушать интересные уроки вот на тренажере это делать очень удобно пользуемся моментом пользуемся моментом ой тут мои награды стоят мои губки их тут очень много а я поехала дальше заниматься у меня сегодня 40 минут вот всем желаю хороших выходных вот так что готовлю завтрак как всегда делаю свои блины овсяные артемыч еще слабенький кушает очень плохо его расстройство ну слава богу хоть не рыгает слава богу это уже радует он что-то ноет что такое Артемчик и что такое такая катастрофа маме надо помогать и свите надо помогать вот так вот сегодня вам концерт не веселый а вот такой вот концерт видите концерты бывают разных типов так что не все что смотреть песни пляски иногда бывает вот такое вот так вот так что я вам желаю хороших выходных хорошего настроения я вот сейчас себе буду поднимать настроение не знаю как ну чашечкой кофе чашечкой кофе буду поднимать настроение а сейчас надю кофе к свете вот сварила я свой гейзер замечательно кстати вы любите кофе в гейзере вареный я например очень люблю сейчас мы посмотрим на Светлану Анатольевну так Светлана Анатольевна боже какие чашки грязные у меня позор Светлана Анатольевна доброе утро утро добрым не бывает почему помните у то почему а юморист один сказал а не надо нам такое пусть будет доброе утро у нас спасибо да ну спасибо вот так вот слушай такое показали значит не забывайте заносить все свои продукты в приложение MyFitnessPal если вы начали эту программу если не начали то я вас буду мотивировать на то чтобы вы начали потому что это очень важный момент это ваше здоровье это ваша фигура и за этим всем нужно ухаживать нужно следить это все очень просто вам всего лишь один раз нужно попробовать когда вы попробуете поймете что это так легко и на это совсем не уходит никакого времени будете очень рады что нашли такой замечательный способ контролировать свое питание я например когда этот способ нашла мне он очень понравился я вам рассказывала в предыдущем в одном из уроков последний урок о том как я шла по вот этой системе что тоже в принципе можно но эта система сейчас по приложению мне нравится намного больше потому что вы можете себе позволить кушать те продукты которые вы хотите просто вы будете немножко контролировать их количество поэтому в бой давайте будем пробовать а я приготовила сегодня не снимала вам полный рецепт потому что готовил опять то же самое вы наверное заметили что я в принципе ем практически одно и то же постоянно не заморачиваюсь хотя это неправильно потому что должно быть разнообразие в питании нужно нужно кушать разную пищу нужно всего есть по чуть-чуть я это знаю но я наверное настолько привыкла к вот этой системе вот той бывшей своей системе что сейчас не то чтобы там какая-то лень или боязнь или нет это просто настолько я привыкла зайти в супермаркет купить все то что я ем то что мне нужно что я как-то мне как-то не хочется знаете я не гурман там особо мне еда как бы я гурман сладости это да вот сладости да обычно еды как то есть я могу покушать если нету мне как то знаете все равно поэтому моя диета мое питание это не диета у меня мое питание оно достаточно однообразное я конечно сейчас для того чтобы поснимать уроков и поснимать вам примеры я буду специально брать какие-то новые продукты специально чтобы вы понимали как их взвешивать как их заносить в программу чтобы это было ну что было какое-то разнообразие в конце концов чтобы были вам примеры вот поэтому как раз нам наверное сегодня совсем надо идти в меркадону может быть сегодня или не сегодня не знаю и мы чего-нибудь подкупим новенького интересного для того чтобы вам сделать пару примеров продукты кому кэ ну все надо посмотреть сейчас залезешь в холодильник и посмотришь что надо покупать да? ты сказал доброе утро? да очень плохо но потому что я не знаю, что я не знаю вот так вот сегодня он немножко невоспитанный ну ладно сегодня мы ему простим потому что он больной а вообще да? кто говорит на испанском или понимает кое-что конечно смотри Артем я делаю десять дел одновременно жарю блины пью кофе снимаю контент еще умудрилась тебя уколоть делать свете завтра сейчас пойду ее кормить смотри я вообще получается супер мега женщина что ли электроверник он кричит Света я успеваю делать пятнадцать тысяч дел одновременно Артем а только так по жизни только так или еще у меня адульту да? ты тоже уже адульту нет? почему? говорит что я взрослая он не умывался зубы чистить? конечно он еще не умывался зубы чистить я прошу прощения за плохое настроение с утра я не люблю жутко когда такое происходит а вот такое Света дышим вдох выдох и продолжаем я пошла пить свой кофе и завтракать вот ой посмотрите что происходит с этим блином какой он пузатик вот это Артем ин блин вот такой он получился вот сковородочка у меня маленькая и вот так он немножко вылез ну бывает иногда такой красавчик получился добрый вечер мои дорогие подписчики зрители на сегодня суббота я сегодня днем ничего вам не поснимала но поснимаем вечером сегодня у нас то бишь сейчас пол девятого вечера я наверное сегодня уже вам говорила да что погода у нас прекрасная тепло хорошо я сегодня даже позанималась съездил в спортзал все сделала дома все сделала единственное что сейчас иду в меркадону как всегда скупляться в супермаркет со своей любимой тележкой единственное что без своего любимого сына который вы видели что сегодня был днем настроении ну это у нас часто происходит когда мы начинаем болеть и по естественно нормальным болезненным обстоятельствам надо сидеть дома потому что у него была температура ну и у детей как правило начинает ехать крыша дома а так как у меня Артем очень привыкший ну проводить время в школе на всяких занятиях он там очень много остается на всякие экстра занятия дополнительные как продленка когда у нас случается такой казус что нужно сидеть дома то конечно крыша едет у всех скажу вам честно и у меня и у него потому что я не привыкла что он столько времени дома он не привык столько времени дома проводить и это конечно иногда тяжело потому что и погулять не пойти из-за температуры и ничего не поделать тем более он был очень слабый даже дело не в температуре а то что у него как бы с животиком были проблемы естественно ну он был настолько слабый что даже и не пойдешь никуда погулять и ничего не хочется делать все что хочется делать это лежать и глазеть планшет который вообще у нас просто такая глобальная проблема которую я вижу у всех детей есть это гаджеты и все это говнище которые извините я буду выражаться такими словами потому что это уже на уши не натянешь всю эту зависимость от гаджетов и понятно что все это наша вина родителей потому что мы не уделяем должного внимания детям и пытаемся занять их время этими гаджетами плюс мы сами подаем этот пример потому что мы сидим целый день в этих гаджетах а по другому никак потому что сейчас настолько все компьютеризировано и автоматизировано что телефоном просто делаешь все начиная от обычных талонов к доктору заканчивая вот расплатой своего чека в супермаркете ну то есть просто все вот все и вся работа и многие кто работают онлайн это просто целый день телефон в зубах а детям это невозможно объяснить что я работаю телефоном то есть я не мультики смотрю то есть это моя обязанность и но они видят что они видят потому что это дети естественно все примером все личным примером как я очень люблю фразу моя любимая фразы буду детей а не воспитывать и детей воспитывайте себя ну то есть это вот самая лучшая фраза потому что реально вот то что они видят то они и делают А что они видят? Они видят, он видит меня целый день, то в компьютере, то в телефоне, в телефоне в компьютере. Да, слава богу, я хотя бы, о, огурцы свои возьму, я хотя бы еще тренируюсь, я правильно питаюсь, у меня отличные, хорошие привычки, у меня нет вредных привычек, и слава богу, хотя бы он это видит и как бы, ну, хотя бы это берет, можно сказать. А вот в плане гаджета вот такая проблема. Ну, ладно, закончим на этом, я пришла в Меркадон и беру свои огурцы, любимые, дорогие, ну, дорогие я имею в виду, любимые. Они тут недорогие, цена у них нормальная, вот, 67 копеек, то есть центов у нас один огурец. Кстати, почем вот килограмм у них? Килограмм 2,20, ага, все, отлично. Я возьму себе три огуречика, мне нужно, и у нас сегодня суббота, завтра воскресенье, в воскресенье у нас Меркадона закрыто, поэтому сегодня я вам покажу полупустые полки в Меркадоне и скупляющихся людей, как сумасшедших, дабы, вот, я возьму вот это. Это мой любимый сельдерей. Дальше мне нужны авокадики возьму, хочу на завтрак. Хотя, наверное, может взять лучше, ладно, будем вместе со Светой кушать. Светлане Анатолий мне тоже возьму авокадики, потому что ей тоже нужно кушать полезные жиры. Значит так, перчина у меня есть еще. Так, ладно, я пойду скупляться, но вот смотрите, какие полки у нас пустые, пор фавор. А где же еще вам показать такие, что пустые-пустые полки? А, ну, вон, смотрите, овощи. Ладно, я сейчас пройдусь. Вот, и вот так вот каждую субботу. Если я, не дай бог, прихожу сюда вечером, тут катастрофа, смотрите. Естественно, они уже не пополняют ничего, потому что они завтра не работают, то есть то, что распродают, вот то, что есть, то и берете. Очень часто, когда еще есть какие-то праздничные дни, либо они закрываются, например, на 2-3 дня, потому что какие-то такие выходные, а потом еще праздники, то тут вообще приходишь, просто такая пустота, вот смотрите. Вот. Это еще более-менее есть. Обычно были такие дни, что я приходила, вообще вот это все было закрыто, потому что тут не было просто ни одного судочка с мясом, вот вообще ни одного. Так что такие дела. Ладно, я пойду скупляться, потому что пока я буду вам тут рассказывать и болтать, сейчас все поразбирают последнее, я вообще останусь без ничего. зашла во фрутерею. Пришлось купить кусок арбуза, потому что он его тут при мне резал. И оно так пахло. Боже, он так пах, этот арбуз. Просто волшебный аромат. А знаете, еще что я хотела показать? Посмотрите на этот гранат. Он такого размера. Смотрите. Смотрите. Папайя. Папайя. Такого же размера. Кстати, я ее пробовала, по-моему, один раз, но мне попалась какая-то неудачная, если честно. И вот этот вид авокадо я тоже, по-моему, не пробовала. Пробовала обычный, а вот такой вот нет. 3,99 килограмма. Неплохо так. Но арбуз пах просто волшебно. Просто волшебно. Почему? Так, а почему же арбуз килограмм? Что-то я не спросила. ¿El kilo de sandía qué vale? 1,79 килограмма. Килограмм, vale. Muchas gracias. Hay que esa, que fuera 1,29. Ah, bueno. Ay, claro. Ay, sí. Mucha diferencia, ya lo veo. Muchas gracias. Adiós. Так, евро 79. У нас арбуз килограмм. Вот так вот они, кстати, продают фрукты, овощи, которые у них уже подходят к концу, к логическому. То есть, вот смотрите. Видите, 2 килограмма всего по одному евро. Видите? Правильно делать. Также вот смотрите, черрики, которые тоже уже, или помидорки, которые начинают подходить к своему логическому концу. Вот, по 90-летик, которые продают молодцы. И, по крайней мере, не жили цену и не выбрасывают мусор. А то, что могут, продают. Это тоже очень хорошо. Дальше поехали. Ой, у нас уже тут даже смеркается. Хотя вот черрики обычные, хорошие. За евро 29. Так они красиво лежат со своими веточками. Так что вот так вот. А я вам покажу вечернюю Валенцию. Вечерних дедушек, которые попивают пивасик и закусывают оливочками с орешками. Вот местных всяких пьяниц, которые целый день сидят по барам. Вижу их. С одного бара в другой бар. С другого бара в третий бар. Вот житуха. Блин, ёпс-тудай. И бабки у них есть на пивасике, на побухать целый день. Блин. Прям поражаюсь, знаете, от таких людей. Нет, молодцы, понятно. Зато наслаждается жизнь. Не то, что я тут пашу, как лошадь, непонятно зачем. Я даже не сижу, пиво не пью. Ах, прям безобразие какое-то. Так что вот такие дела. Я скупилась. Скупилась, значит, в Меркадоне и во фрутерии. Всего потратила 50 евро, по-моему. Да, 50. Ну, я, если честно, я не покупала вообще мясо. Я не покупала рыбу. Короче, самое то, что дорогое, основное, я не покупала. Поэтому и вышла так типа дешево, в кавычках. Что я покупала, непонятно. Не, ну, на самом деле я взяла все, что мне нужно. Просто в прошлые разы я купила мясо и купила рыбу. И оно у меня заморожено лежит дома. Вот такие дела. Так что вы идите домой. Я вот присела на лавочку и хотела поделиться некоторыми мыслями с вами, потому что считаю, что очень нужно делиться такими вещами. Я прошу прощения, снова намажу губы гигиенической помадой, потому что они сахнут. Я не могу разговаривать. Еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех, кто мне написал комментарий под последним видео. Видео, где я рассказывала за рассеянный склероз. С мамой обязательно, если она не заснет, пока я дойду, потому что уже полдесятого. А я вдруг уселась поговорить здесь на улице, потому что мне очень нравится на природе, вот так вот под деревьями, дышать воздушком. Плюс никто меня не дергает. Я себе сижу и рассуждаю, как некоторые пишут тоже мне комментарии. Ну да, надо же где-то выговориться. Вот для этого типа YouTube. Пишу, ну да, конечно, для этого выговориться. А вы знали, что действительно это для этого, для того, чтобы вы могли спокойно сказать то, что вы думаете, и найти своих единомышленников. Если, допустим, вокруг вы не находите единомышленников, вы их находите здесь, в социальных сетях вообще. Что такое социальные сети? Это социум. Это там, где вы социализируетесь. То есть, если вы открываете какую-то социальную сеть, это для того, чтобы социализироваться и общаться с людьми вам подобными, как оказалось. Поэтому лично я открыла это все для того, чтобы общаться с людьми мне подобными. Либо людьми, у которых есть такие же проблемы, которые есть, например, у меня. Либо такие проблемы, которые я прожила. Могу поделиться опытом и кому-то чем-то помочь. Либо вот в таком случае, как я поделилась историей своей мамы с рассеянным склерозом, и мне откликнулось много человек. И мне безумно приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам огромное, потому что реально есть такие душевные слова. Я все зачитываю маме. Все ваши комментарии, которые особенно направлены в ее адрес, я и все читаю. И вот этого я хотела добиться, чтобы она понимала, что она не одна, что есть еще такие люди, что люди борются, что люди пытаются что-то сделать. То есть, что это не такой глобальный конец, как она себе нарисовала. И меня это очень радует. И ее, кстати, тоже, потому что, когда я читаю эти слова, она говорит, так красиво написано, и так вежливо, и так вообще, и так приятно, и так приятно. Ну, как мама, понятно. Вот. Поэтому еще раз вас искренне благодарю за комментарии. За ваши лайки, подписки. Потому что я вижу, что многие очень смотрят, но тоже подписываются не все. Но тоже это я прекрасно понимаю. Я никогда не прошу, видите, очень редко я прошу, чтобы вы подписывались на самом деле. Мне вообще не нравится ничего выпрашивать. Вот. Поэтому каждый подпишется, кто считает нужными, кому интересно. А я хотела сегодня затронуть тему по поводу наших с вами ежедневных хороших привычек, о которых я говорила уже неоднократно. И буду повторять, потому что это настолько важно, то, что вы делаете на протяжении дня и до протяжения каждого дня и каждый день. Как вы конструируете свою неделю, свой месяц. Потому что вся эта работа, которую вы проделываете сегодня, это ваши результаты в будущем. И все то, что вы имеете сегодня и сейчас, это ваша работа, которую вы делали раньше. То есть, если, например, вы сейчас сидите и не имеете ничего, это потому что вы раньше для этого ничего не сделали. Так же, как и если вы сейчас начнете действовать, начнете предпринимать какие-то серьезные конкретные действия, в будущем вы увидите плоды этой своей работы, естественно. И очень важна ваша постановка дня. То есть, ваши здоровые, хорошие привычки – это все. Если вы на протяжении дня заняты, и у вас расписан день, вы знаете, куда вы идете, вы знаете, что вы делаете, у вас все идет, ну, я не хочу говорить по плану, я не люблю это выражение, но вы поднимаетесь, вы делаете зарядку, вы развиваете себя, вы читаете, вы хорошо питаетесь. Это ваше все. Потому что, как только вы перестаете это делать, садитесь на диван, идти порасслабляетесь, у вас появляется чувство скуки. То есть, мне скучно. Когда появляется чувство скуки, у вас появляется тяга к чему-нибудь нехорошему, к каким-то вредным привычкам. Вредные привычки – это вначале нам хочется чего-нибудь вкусненького покушать. Это вкусненькое покушать заканчивается тем, что мы начинаем жрать чипсы, орешки, сухари, тортики, пирожные, я не знаю, все, что найдется у вас в квартире, в заначках. Вначале это будет просто еда, потом эти привычки перерастают в более серьезные, такие, как подвыпить пивка, либо винишко, либо водочки, либо вискарика. Потом это переходит в более сложное такое, как, а может, еще и закурить, и так далее, и тому подобное. Конечно, я не буду вдаваться во все эти фазы, но вы меня поняли, к чему я веду. К тому, что как только человек не делает ничего, ему становится скучно. То есть, когда у человека нет какой-то определенной великой цели в жизни, своего какого-то предназначения, когда он не знает, куда он движется, это получается полный бардак. То есть, человек просыпается утром, и он не знает, зачем он проснулся, он не понимает своего предназначения. Что получается? Что мы не знаем, куда мы движемся, а если мы не знаем, куда мы движемся, это жизнь без цели, а жизнь без цели – это, можно сказать, так мягко говоря, конец. И в основном все те люди, которые прибегают к вредным привычкам, такие как переедание, как алкоголь, курение, наркотики и все остальное – это люди, которым скучно, у которых нет определенной цели в жизни. Это так всегда. Либо люди, которые работают не на любимой работе, и у них способ расслабиться – это пожрать, попить, покурить, я не знаю, пошляться, но дальше не буду даваться в подробности. То есть, единственный способ у человека расслабиться – это выпить и закурить. Что это значит? Что только в эти моменты человек начинает избегать свою реальность. То есть, та реальность, которая у него проходит на протяжении дня, на протяжении каждого дня, то есть, она ему настолько не нравится, что он постоянно должен вдаваться и прибегать к этим плохим привычкам для того, чтобы отключить голову и об этом не думать. Вы никогда об этом не задумывались. Почему? Нас расслабляет только алкоголь, нас расслабляет только курение, либо нас расслабляют дискотеки, где собирается общество всех этих, которые бухают, курят и делают всё остальное, и только там почему-то мы типа отключаемся и расслабляемся. То есть, мы не умеем расслабляться без алкоголя. Мы не умеем расслабляться без курения. Не умеем расслабляться без кучи всяких таких же подобных, убитых алкоголем напрочь людей. Почему так происходит? То есть, это огромная проблема. Очень малое количество людей способно расслабиться, просто выйдя на природу, просто выйдя на пляж. Хорошо, у вас нет пляжа, допустим, но у вас всегда есть природа, у вас всегда есть лес, у вас всегда есть какая-то турбаза, на которую вы поедете и опять-таки повезёте с собой алкоголь. А если без алкоголя? То есть, почему мы не умеем расслабляться без этого всего? Потому что мы хотим настолько отключить свою голову от нашей реальности, потому что она настолько невыносимо и отвратительно, что только алкоголь нас забивает это всё. То есть, мы заливаем всю эту реальность для того, чтобы отключить свои мозги, и всё. И получается, что наша реальность, она настолько печальна, что мы постоянно пытаемся её избежать благодаря вредным привычкам. И вот это вам тема на рассуждение, на обсуждение, на рассуждение, на обсуждение, я не знаю. Но я научилась отдыхать без алкоголя. Я научилась отдыхать вообще без каких-либо других побочных действий, можно сказать, без какого-либо допинга. Вот. Я научилась, и причём очень давно. То есть, я вчера вам показывала, что я закурила кальян. Даже не знаю, зачем я его вообще запалила, потому что в последнее время меня особо на него не тянет. Абсолютно. Даже если я выхожу с девочками куда-то, дискотека, либо даже ресторан просто, куда-либо, я не хочу пить алкоголь, потому что мне настолько нормально и хорошо в общении с людьми. Естественно, выхожу я с людьми только с теми, которые мною избранны. Потому что все те люди, которые не соответствуют каким-то моим стандартам, я уже давно перестала с ними общаться. И причём мне абсолютно всё равно, что они думают. Абсолютно. Потому что я вижу, что человек не подходит мне. И я настолько могу сейчас себе позволить выбирать, выбирать именно общение, качественное общение, качественное общение, именно за общение я сейчас вам говорю, что если я и выхожу куда-то, я выхожу только с теми людьми, с которыми мне хочется выйти, с которыми мне приятно общаться, и мне не нужен допинг. Потому что мы настолько в коннекте с этими людьми, с этим определённым человеком. Я говорю так людьми, но на самом деле их очень мало. Очень. У меня здесь одна единственная подруга есть, которую я могу назвать подругой, и с которой мы редко встречаемся. Но это именно такое приятное, качественное, глубокое общение, что мы с ней сидим, пьём чай весь вечер, кушаем кусочек тортика без капли алкоголя. Она у меня тоже вообще не пьёт. И мы с ней вместе выходим, и после нашего общения у нас так, знаете, такое ощущение, как будто ты летишь. Это настолько важно. И есть люди, с которыми не общаешься, заканчиваешь с ними разговоры, выходишь так, о, господи. То есть это человек, который залил тебя негативом, который вытянул из себя всю энергию, и ты думаешь, зачем я с ним общалась? Что я извлекла из этих двух часов потраченного зря времени? Ничего. Поэтому я всё это вела к нашим вредным и хорошим привычкам, поэтому очень важно иметь эти хорошие ежедневные привычки, как занятия спортом. Спорт – это вообще жизнь, это здоровье, и это то, что поднимает ваши вибрации, вас пробуждает. Люди, кто занимаются спортом, вы должны были замечать вот этот прилив такой, знаете, энергии приятной и эмоциональной в первую очередь, когда вы выходите из спортзала, либо когда вы пошли побегали в парке. Не обязательно это должен быть спортзал. Вы побегали в парке, и у вас такой… Вы физически уставшие, но вот здесь у вас совсем другие ощущения. То есть, если вы действительно идёте заниматься спортом, отключаете телефон, отключаетесь от всех, и только занимаетесь спортом, когда вы возвращаетесь в эту реальность после спорта, вы чувствуете себя по-другому. И когда вот таких привычек в вашем ежедневном процессе много, то есть это правильное, хорошее питание, качественное, то есть это занятие спортом, это общение с хорошими, нормальными, позитивными людьми, в первую очередь, вы должны быть позитивным человеком, в первую очередь, вы должны развивать в себе позитивное мышление, потому что сейчас позитивное мышление – это всё. Как только вы допускаете малейшие негативные мысли у себя в голове, всё – это катастрофа, потому что наперекосяк идёт абсолютно всё. Вот поэтому ещё раз повторюсь и буду заканчивать, что ваши ежедневные привычки – это ваше всё. Повторюсь, занятие спортом, общение с хорошими, приятными, позитивными, качественными людьми, качественными, конечно, это такое слово не очень подходящее, как для людей, но как для человека, но я бы это так назвала. Плюс правильное питание, вот здесь вот качественное питание, очень важно. И исключать, стараться исключать из своей жизни вредные привычки, если они у вас есть. То есть исключать полностью, потому что, вот, видите, поднимет нам настроение мой сосед. Это, кстати, приехал мой сосед, который… Мама, это тот сосед, который включает каждый день музон, который выслушал. Да-да, это он, где его машина. Вот, видите, вот он под конец дня мне поднял настроение. Блин, я тут сижу, болтаю, а у меня там мороженое, я купила мороженое. Ёпс, тудей. Так, дорогие зрители, я вам всем желаю хорошего завтрашнего дня. Завтра у нас воскресенье. Спасибо вам всем за то, что вы меня слушаете. Может быть, где-то я противная и болтаю всякую фигню, типа никому не нужную, но вы можете пролистывать, ничего страшного. Я никого на самом деле не заставляю меня слушать. Всем вам желаю хорошего настроения, любви, добра. Делать всё только с позиции любви, делать только всё с позиции добра. Только так и никак иначе. Не думать негативно, никому не желать плохого, ни о ком не сплетничать, не говорить гадости. Это все настолько негативные, плохие вибрации, которые ни к чему, поверьте мне, ни к чему хорошему никогда не приведут. Всё, я вас люблю, целую. Спасибо большое за то, что вы есть. Да? Так, что тут, что вкусненькое? Кое за кем не успеешь? Что ты там сказала? Что ты там хочешь вкусненького? Кусочек сыра. Кусочек сыра. У меня есть ещё арбузик, у меня есть мороженое, у меня есть... Что там ещё? Ламинарию не нашла. Нету ламинарии. Поэтому не знаю. Надо посмотреть, короче, ещё. Ну, в другом магазине Меркадона, это, сама понимаешь, там мало чего есть. Ага, и в субботу. И в субботу вечером, поросячий голос, посмотришь, я поснимала пустые полки. Да. В субботу. Да.